Кто хорошо работает, тот хорошо должен есть. Вы в курсе? Вот я очень хорошо работаю. У меня остатки маленечко, капельку моей ленивой долмы. Тут уже в конце было всё перемешано, торта не получилось. Дочь, добавь мне сюда из чайника, пожалуйста. Пожалуйста. Шея грязная, что ли? Наверное. Ну, это так модно. Спасибо. Кофе был холодный. Теперь горячий. Прекрати! Это я Мартину. Все расколуплили. Здесь у меня аджига вкуснячая, которую вот готовила в последний раз. Знаете, какая вкусная? Ой, зараза, льётся мимо. Ой, вся башка вспотела, всё вспотело. Сметана не стухла? Мне надо доедать. Мартюш, ну хватит. Иди воды попей. Текёт. Надо сюда поставить. Или течёт, или текёт. Кто у меня там лазит по башке? Вот после леса придёшь, и всё кажется, что кто-то лазит. Сейчас поем, пойду мыться. Два раза ездила в лес-то. Первый раз три сумки принесла. Не заплесневала ещё? Не. Второй раз... Ё-моё, как брать отсюда эту горочку-то? Сейчас всё прольётся. Опа! Второй раз пять. И всё за раз донесла. Потому что сухой. Ну, конечно, неудобно было. Ещё бы, может, осталось, но уже время... Сколько? Четыре, по-моему. Уже темнеть в лесу начало. Ну да, время сейчас шестой час. Я где-то в пятом часу из леса выехала. Вышла. Точнее, не выехала. И уже в лесу так темненько. Танюш пишет, что это у нас сегодня 25 градусов было. А у них 30. Танюш, когда было 25 градусов, это было утро. Во сколько? В 10 часов я приехала первый раз из леса. Ну, значит, в лес я поехала во сколько? В 8, что ли? Как же вкусно. Вообще. Блин, а как кусать такой тоненький кусок хлеба? Мартюш, гуляй, не пришёл. Ну, хватит, Мартюш. Виноградные листочки. Конечно, устала из-за жары, потому что сейчас жарко было очень. С утра ездила, не было жарко. Ну, было жарко, когда собирала моб. А пока шла до места, жарко не было. А вот когда второй раз уже поехала, уже, конечно, пипец как жарко было. У тебя лежит еда, иди кушай. Купила Мартюш сегодня этот. Рулетку. Ну, поводок. 2 600. До 50 килограмм выдерживает. Сказал, больше рулетки не бывают по весу. Говорю, хреново, значит, нам поправляться нельзя. Какие-то карма новые позавозили в магазин для животных. Ну, я не буду рисковать, уж что кушать, то кушать. А то опять начнет весь чесаться. Девчата такая счастливая. Уставшая, но счастливая, правда. Я, кстати, приехала из леса, выгрузила все на складе. Ворхо-квартире, точнее. Три сумки выгрузила в гараже, и пять сумок на складе. Сухого, конечно, очень много приносишь. Потому что сумку можно прям хорошо набить, пока набивается. Обалденная джига. Вообще, я баночку оставила нам покушать. Сейчас отдохну, буду варенье варить. Дальше абрикосовое. Абрикосовое, да. Танюш, я не буду очищать-то. Ну, ты уже поняла, что не буду. Я прям с этими, с плевалками оставлю. Уже два раза я его проварила. Вчера. Сегодня утром. И вот сейчас еще раз проварю. Единственное, пойду еще раз почитаю твою статью. Заливать банки надо горячим или остывшим. Не помню. Завтра опять надо что-то есть готовить. Как хорошо. Целый казан наготовила ленивой долмы. Сколько? Три дня ели. Лепота. Лепота. Всем приятного аппетита я, наверное, не пожелал. Забыла, устала. Память отшибла. В забу дыхание сперла от радости. Что нашла мох. Чуть-чуть поближе к дому. Зато пешком. Хреначить, мама дорогая. Ну, ладно, что теперь? Муж говорит, там можно на машине заехать. Колею увидел. Я ему видео показывала. Я говорю, на твоей. На моей не надо. Я говорю, там КамАЗы ездили, лес вывозили. Когда-то, давно. Расковырять машину. Ради мха, чтобы не тащить нахер надо. Потом ремонтировать ее. Оно того не стоит. Ой, как хорошо поела. Прям так сытненько от пуза. Аджига прям вырви глаз. Арбузиком закусить. Блин, лучше, чем кофа. И с холодильником. Он уже не холодный. Он уже давно достали. Такой прохладненький. Вкусно. Завтра понедельник. Опять отправка посылок у меня. Что-то так быстро неделя пролетела, пока я тут закрутки, закатки делала. Что я даже не заметила. Как все пролетело. Надо накрыть, а то мухи сожрут арбуз. Насрут на него, а я потом буду есть. Какие-то мухи, на них ничего не действует. Липучки везде висят. Комары тоже. Они в этом, что ли, в хоботе летают. Как он там? Распиратор-то этот. И в бронежилете, что ни к чему не прилипают. Я в шоке. Ни к чему не прилипают, ни от чего не подыхают. Какие-то адаптированные. Прямо. Все. Мои звездочки. Поела с вами. Вас голодными не оставила. Пойду поработаю. Нет, пойду поваляюсь. Простите. Вот. Отдохну маленько. Потом полазу в интернете. Если есть заказы, приму заказы. Почему говорю если? Потому что с утра я все приняла. И опять у меня много поцелков на мох и кору. Вот. Даже папоротник поедет на Камчатку. Далеко. Надеюсь, доедет. Они такие влаголюбивые. Но все, что с ним может случиться, он может просто засушить свои листья. А потом... Ну и уснуть. А потом, если его посадить, каждый день поить, ну, увлажнять субстрат, он опять проснется. Папоротник, мне кажется, неубиваемое растение. Его убить невозможно. Засох, ничего страшного. Поливайте все равно. И он опять проснется. Так. Я пошла, а то сажу орешки. Они не для моего рота, а для общего. Вот. Все. Всем пока. Всех люблю. Всех целую.